Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как перестать завидовать? Ну, когда понимаешь, что сам все враг, сам все вредишь, ну как-то лучше все не вредить. В принципе, мы люди самолюбивые, и если что-то нам вредно, неприятно, то мы должны этого избегать. Зависть нам исключительно вредна. Посмотрим сначала на более возвышенную такую часть, потому что зависть противоположна любви. Откроем послание апостола Павла Коринфяна, и где он говорит о любви. 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имея, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и все веры, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имея, нет ни в том никакой пользы. Тут Господь через апостола Павла нас предупреждает, что вот без любви, как бы ты ни страдал, не мучился, испытания преодолевал, там постился, молился, все без толку. Уже даже если ты мученическую смерть примешь, а любви в тебе нет, в Царстве Небесное не наследуешь. Поэтому любовь обязательное условие спасения души. Однако у нас вроде вопрос о зависти. Читаем дальше. Дальше. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Дальше тоже есть продолжение. Но вот мы подошли к ключевым словам в данном вопросе. Любовь не завидует. Если у тебя есть зависть, значит в тебе нет любви. Это вот материя-антиматерия аннигилируется, выделяется энергия и разрушение. Ну то, что у нас в материальном мире происходит. А в душе происходит то же самое, даже когда в любящем христианском сердце, которое кого-то любит. Да, мы вот там, когда близкого же человека любим, то мы наоборот радуемся, что у него что-то есть. Мы не завидуем. Чаще всего все-таки мы завидуем, ну там, каким-то людям, которые нам менее приятны. А если человек нам просто как там брат или там больше, чем брат, такой близкий друг, то зависти уже в нашей нет, потому что побеждает любовь. А вот когда любовь начинает соседствовать с завистью сердца, то любовь исчезает. Это вот уже как течь на корабле, и вроде этот корабль спасения и любви нас ко Христу ведет, зависть появилась, и мы всего лишаемся. Мы лишаемся, и даже потом, раз пришли, гонения начались, мы Христа исповедовали, попали, думаем, о, Господи, вот я пришел, любящее сердце, мученик пришел. Принимая, Господь говорит, нет, в любите нету, завидовал, завидовал и все потерял. Ну, конечно, это тоже такая высота, ну да, конечно, Царствие Небесное, это все хорошо, любовь, а вот, батюшка, а как бы найти себе стимул такой, чтобы, ну вот какой-то практически жизненный, чтобы не завидовать. А тут для нас очень полезна притча о блудном сыне, точнее ее окончание, не будем ее разбирать целиком, 15 глава Евангелия от Луки всегда можно перечитать, очень полезно эту притчу перечитывать. Притча, она больше, конечно, о покаянии, о прощении, о изменении жизни, но нам интересна ситуация старшего брата в этой притче. Вспоминаем, да, что один сын ушел, растратил все имение, блудил, грешил, вернулся, отец ему все дал, и имение ему дал, и власть дал ему через перстень, и одежды, и пир устроил, то есть, а старший брат возвращается с поля, и он все так трудился, всегда был верен отцу. Это, кстати, эта притча очень хорошо нам показывает, что зависть убивает отношения с Богом не только в отношении материальных вещей, когда мы завидуем, что у нас чего-то материального нет, там денег нету, там здоровья нету, но когда мы завидуем какой-то человеческой добродетели, какому-то человеческому науку, о, как кто-то что-то умеет, ой, как у человека как-то что-то получается, хорошо, и тоже эта зависть в нашем сердце потеряется. Прочитаем вот это окончание. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблился к дому, услышал пение ликования и, призывав одного из слуг, спросил, что это такое, он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал ветвет отцу, вот столько лет служу тебе и никогда не переступал приказание твое, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с глудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, и пропадал, и нашелся. Старший сын, завидуя, теряет то, что у него есть. Если зависть посеряется в твоем сердце, то ты потихонечку, это медленный, незаметный процесс, именно поэтому сатана этим ловко так и пользуется, что мы теряем радость от того, что нам Господь дает. Нам Господь дал в чем-то утешение, потому что никогда не бывает такого, что вот одному все напасть, другому только все какие-то плюшки, ватрушки. У нас есть радость жизни, у нас есть чем, возможно, и у нас есть что-то такое, в чем нам завидуют другие люди, увы. Но этим мы уже не можем наслаждаться. Зависть в нашем сердце поселяет и отравляет нашу земную жизнь. Что вспоминать о любви, о вздаянии, о страшном суде, если из-за зависти ты уже сейчас несчастен. И более того, ты уже теряешь возможность какой-то наследовать Царство Небесное, потому что вот у тебя уже это есть, что тебя к Богу ведет, что тебе дают радость, что ты сейчас можешь наслаждаться, и потом вечное блаженство прийти в вечную жизнь, а ты от этого отказываешься. Отказываешься, хотя Господь говорит, вот это же я тебе дал, пользуйся этим, радуйся, наслаждайся. Кроме того, еще третий, третий момент, который тоже бы я сказал, назвал то, что мы любим. Господь говорит, просите, следа с вами. Господь смотрит стремление нашего сердца, Господь о нас заботится. Если мы что-то любим, мы что-то ценим, но мы этому будем радоваться. Мы приходим в музей и видим прекрасную картину, она не в нашей частной коллекции, да и в принципе, может, и жилья у нас нету, там, где бы эту картину повесить, а если повесим, наверняка ее там украдут у нас, если не будет у нас каких-то железных засовов и службы от охраны. Но мы приходим в музей и наслаждаемся прекрасной картиной. Или мы идем мимо прекрасного здания и тоже думаем, какая красивая архитектура. И уже тоже не вспоминаем, что дома убитая съемная квартира с дранными обоями и с выбитыми стеклами. Потому что нас это радует, украшает нашу жизнь. И Господь видит, если мы что-то ценим, Он дает возможность нам эту красоту получить. Если мы привыкли любоваться какой-то красотой, если мы привыкли стремиться к чему-то хорошему, то Господь, увидев стремление нашего сердца, что эта радость нам дает, нам это пошлет. Нет, если же ты завидуешь, ты по сути Господу говоришь, Господи, я это не люблю. Он может сказать, да не, не, я это люблю, лишь бы мне получить. Нет, если ты это любишь, то тебе не важно в чьих этих руках. Если ты там увидел у кого-то какой-то там автомобиль, проехал, твое сердце порадовалось, а не позавидовало, то может Господь тебя не такой, но какой-нибудь попроще пошлет. Если ты увидел и зависть твое сердце сковала, ты уже и радость потерял, и Господь тоже, конечно, это фиксирует. Говорит, нет, человеку радость не это не принесет. Поэтому он пойдет, конечно, я буду о нем заботиться, буду ему путь спасения посылать, но уже менее радостный, может ему проще как-то через испытания идти. А если все-таки ты сумел порадоваться, порадоваться тому, что есть у другого, то Господь обязательно порадует тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...